Всем привет, друзья! На днях я взял телефон, очень интересный телефон у своего знакомого, кто занимается техникой Apple. Он покупает телефон из Европы, из Европы покупает, и вот так получилось, что я забрал у него телефон. Это iPhone 11, iPhone 11 на 64 ГБ. Я начал проверять телефону, сейчас скажу вам, телефон активировался 27 августа. 27 августа я по модели определил то, что это китайский, но не мог понять, это двухсимочный или односимочный. Я проверял и проверял полностью все функции, Face ID, все проверял, потом уже как домой зашел и заметил то, что в сим-латке есть одно место и второе. Я понял то, что это двухсимочный, двухсимочный iPhone, и я у него купил этот телефон за 42, за 42 тысячи рублей. Отличный вариант, да, но, есть но. Какое но? Это китайский, это гонконгский телефон, гарантия в России не действует. Если что-то случилось, нужно телефон отправлять в Китай. Надо отправлять, потому что в России эти телефоны не обслуживают, их не ремонтируют, по гарантии не принимают. Абсолютно это точно, можете прочитать даже в Apple. А так все функции, Face ID, камера. Все прям работает очень хорошо. Телефон за 42 тысячи рублей, 64 габайта. По комплектации здесь бумажки, вот такие бумажки, блок, наушники и провод. Что я заметил, то что коробка не родная. Здесь зарядка китайская, наушники тоже Китай. Вот эта макулатура тоже не оригинальная. Полиграфия, это все вот выдает свое. Ну а так сам телефон отличный, за 42 тысячи рублей. iPhone 11, я считаю, это нормальная цена. Хоть и сейчас выходят новые iPhone, скорее всего они по цене упадут, но iPhone 11 на 2 SIM-карты, это же отличный вариант. Такого варианта я в БУ редко вижу, чтобы продавали iPhone 11 на 2 SIM-карты, 2 физические SIM-карты. Не E-SIM, прям 2 физические SIM-карты. И телефон отлично все работает по корпусу, никаких царапин, никаких трещин. Телефон, износ аккумулятора здесь. Износ аккумулятора здесь. Так. 100%. И сейчас мы будем сбрасывать телефон. Надо сначала выйти за полайдей, за кладомагазин. Так, выходим. Так, к Wi-Fi подключимся. Да, и что я заметил, то что здесь не Wi-Fi, а VLAN. И я прочитал в интернете то, что для китайцев вот VLAN это как Wi-Fi. Очень интересно, да. Так, давайте сбрасывать пароль. Будем сбрасывать. Но телефон очень отличный. Вообще, я пользовался он несколько дней. Без каких-либо нареканий. Все работает прям четко. Никаких лагов, никаких дефектов. Все отлично. Полностью. Но вот огромный минус это то, что по гарантии они не обслуживаются в России. Вот это очень плохо. Жалко, конечно же, то, что они не обслуживаются. Но, надеюсь, в ближайшем будущем будут выпускать Ростест iPhone. Двухсимочный. Кто знает, может, вот новые iPhone, которые выходят, там будут именно двухсимочные. Кто знает. Так, так, все, вышел. Давайте сделаем сброс. Так, сброс. Контент и настройки. Пароль. Ладно, хоть вы будете знать мой пароль. Все, сбрасываем. Все, ребят, всем всего хорошего. iPhone 11 за 42 тысячи рублей. Телефонный месяц. Двухсимочный. Гонконгский. Минус. Не обслуживаются в России. Все. Всем всего хорошего.